В Полевском, в сердце которого теперь есть новая коммунка, но о ней чуть позже, губернатор Евгений Куйвашев провел выездное заседание Антитеррористической комиссии оперативного штаба, в ходе которого озадачил чиновников профильных министерств и ведомств целым списком предновогодних и предрождественских забот. Все они касаются безопасности свердловчан в дни всенародных ликований и массовых гуляний. Необходимо сделать все для того, чтобы уральцы могли спокойно подготовиться к Новому году и Рождеству, и безопасно провести каникулы. Задача понятная и неоднократно отработанная, вместе с тем мы живем в стремительно меняющихся условиях. Надо быть готовым к любому сценарию развития, слаженно и оперативно реагировать на возникающие риски, и это наша общая задача и ответственность коллеги. Подразделения МЧС, Росгвардии, полиции на время новогодних каникул, как обычно, будут нести службу в усиленном режиме. По данным полицейского главка, в этом году с января по октябрь на Свердловщине прошло больше шести тысяч массовых мероприятий и культурно-зрелищных, и международно-спортивных, публичных, светских и религиозных. И правопорядок был стопроцентно обеспечен во всех точках массового скопления людей. В ходе рабочего турне по Полевскому глава региона заглянул на новую коммунку. Прошелся по центральной улице Коммунистической, название которой горожане давно сократили до коммунки. Еще в шестидесятых годах прошлого века на главной дорожной артерии Полевского, которая одним концом упирается в Площадь Победы, был разбит сквер, который со временем обветшал и зарос старыми деревьями. В 2021-м Полевской заявился на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Получил первый федеральный транш в 80 миллионов. И за два года сквер преобразился до неузнаваемости. В несколько этапов в 22-м году и в этом тоже до конца сентября. В новой коммунке спелили старые деревья, посадили новые, заменили больше трех километров коммунальных труб, озеленили и благоустроили суммарно пять гектаров пространства. На центральной аллее появились новые современные уличные фонари. Расширили пешеходную и велодорожку. Здесь появилась детская спортивная площадка и масса арт-объектов. В частности, макет водяного колеса. Похожего на то, что несколько веков назад вращала мельничные жернова. Для пущей аутентичности даже скамейки здесь волнообразной формы, чтобы больше напоминали символическое течение часовой. Солидарный ренессанс новой коммунки обошелся в 290 миллионов рублей. По мнению главы региона, создание комфортной среды в городах и поселках области – одна из приоритетных задач муниципальной власти.